Всем привет, с вами Мистерия. Убийца бронетехники, как кумулятивные снаряды уничтожают танки. Кумулятивное оружие у человека, незнакомого с принципом его действия, может вызвать удивление. Как из-за маленькой дырочки в броне, в которую ты палец трудом пролезет боевая машина, оказывается подбитая и выходит из строя. Сам кумулятивный эффект был открыт еще в конце 18 века, однако использовать его человечество смогло только в 40-х годах 20 века. Узнаем подробнее, как это произошло и что этому способствовало. С появлением на поле боя танков военные и всего мира начали искать способы борьбы с ними. Сначала с ними боролись с помощью пушечного вооружения, потом начали изготавливать противотанковые гранаты и мины. Однако, чем мощнее становились пушки, тем толще становилось броня, и в какой-то момент стало ясно, что для противостояния мощным танкам нужна такая пушка, для обслуживания которой нужно слишком много солдат, и которая очень малоподвижна, что не рациональна. И тогда военные дали ученым задание разработать новый вид оружия, который сможет эффективно пробивать вражескую броню. В этот момент конструкторы вспомнили открытие американского ученого Чарльза Монро, который установил, что при взрыве энергию можно сфокусировать в одной точке. Для этого взрывчатки надо создать выемку в форме конуса. Однако, итог все равно был недостаточно результативен. Но, взяв эту идею за основу немецкие оружения в Франции, Томанайко в 1938 году догадался, что если выемку покрыть металлом, то он и возьмет на себя пробивную роль, а энергия взрывчатки будет лишь формировать направление удара и придавать для этого энергию. При этом для облицовки выемки подойдет не каждый металл, а обладающий пластичностью. Медь идеально подходила. Первыми такие боеприпасы в свое распоряжение получили немцы, что стало большой неприятностью для Красной Армии во время Великой Отечественной войны. В самом начале у Советского Союза не было подобных образцов вооружения, а при осмотре повреждений на технике задалось впечатление, что пробитие было достигнуто за счет прожигания. Однако, вскоре были захвачены первые образцы немецких кумулятивных снарядов, и артиллеристы сначала получили первые снаряды собственной разработки, а потом в пехоту стали поставлять противотанковые кумулятивные гранаты. Так, в чем же секрет такого эффективного бронепробития? Все просто. Как мы уже говорили, обращенная к кругу сторона снаряда представляет собой взрывчатку с коносообразной выемкой, которая покрыта медной облицовкой и спереди оснабжена обтекателем для лучших аэродинамических характеристик и фокусировки удара кумулятивной струи. Важной особенностью конструкции является взрыватель, который расположен в задней части снаряда. При столкновении с целью взрыватель инициирует взрывчатое вещество. Энергия взрывонаправлена вперед и из-за коносообразной формы фактически схлопывается. В этом моменте медная облицовка под давлением резко влетает вперед. Металл остается твердым, но при этом образует струю, скорость которой достигает 10 км в секунду. При этом образуется давление 100 тонн на квадратный сантиметр, которое фактически продавливает и вымывает броню, что называется пластической деформацией. Современные российские разработки противотанковых кумулятивных гранат могут пробить броню толщиной более метра. Вслед за появлением кумулятивного оружия немедленно начались разработки и защиты от него. И вскоре нашлось несколько рецептов. Самый простой – это установка экранов. Наилучшее воздействие кумулятивной струи происходит при взрыве на определенном так называемом фокусном расстоянии от брони, практически как в оптике. При установке на расстоянии от основной брони даже легкая при краде взрыв пробивает ее саму, но долетая до основной брони теряет силу и уже не может ее пробить. Второй способ – это активная динамическая защита. Она появилась уже после Великой Отечественной и стала прорывной разработкой Советского Союза. Многие видели, что на танках установлены небольшие коробочки. В каждой из них содержатся взрывчатки и бронепластина. При попадании в такую коробку кумулятивной струи происходит подрыв взрывчатки. Первая половина гасит в струю, а вторая толкает ей на встречу бронепластину. Остаточной силы выстрела уже не хватает для пробития брони. В современных системах подрыв блоков и динамической защиты может осуществляться с помощью компьютера, которая засекает выстрел и подрывает навстречу ему взрывчатку. Следы от попадания кумулятивных сновидов представляют собой небольшие отверстия диаметром не больше пары трогих сантиметров, но при удачном выстреле они могут даже прожечь технику насквозь. Экипажи бронемашин поражают не только самую строгую, хотя и температуру в 600 градусов. Явление малоприятное, сколько отколовшимися от длинней части брони осколками. Попадая в членов экипажа, внутренние агрегаты техники, эти частицы металла выводят их из строя. Причем им не обязательно быть какими-то крупными, эти частицы могут быть вполне размеровую как песчинки, но представьте себе, что это как пескоструйный аппарат, только вместо песка металлический экранул, и их скорость в раз больше. А уж если такая струя попадет в двигатель или в снаряды внутри техники, то происходит моментальный взрыв. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...